Буквально несколько дней назад ВСУ получили добро на уничтожение вражеской техники на территории России западным оружием и тут же начали появляться фото и видео результатов высокоточной работы. Возле Белгорода Хаймар с ракетами GMLRS, начиненными вольфрамовыми шариками, уничтожил ЗРК С-400. В результате удара были уничтожены две пусковые установки из состава ЗРК С-400 и тягач БАЗ 69092. Повреждения также получили радиолокационные станции 92Н6 и 96Л6, входящие в состав комплекса. Противоракетная зенитная система С-400, о которых упомянул министр обороны, имеет еще одно название «Триумф». И это имя, по отзывам экспертов, оправдывает содержание. У конкурентов что-то похожее появится еще не скоро. Каждая из таких установок способна заменить по два комплекса С-300, которые сейчас стоят на вооружении ПВО. Так что небо над Россией будет закрыто не только на небо, но и ближайший космос. Да вы что! Триумфу обеспечен триумф в любом поединке. Во время стрельб на полигоне Капустин-Яр С-400 уничтожил две цели. Одна двигалась со скоростью 2800 метров в секунду, другая по баллистической траектории взобралась на высоту 56 километров. Нужно найти их в астраханском небе, чтобы обнаружить иголку в стоге сена. Новый комплекс справился с первого раза. Кроме этого, операторы сил специальных операций обнаружили и поразили сверхсовременную радиолокационную систему врага КАСТА-2Е2. Эта модель РЛС предназначена для контроля воздушного пространства, определения координат и распознавания воздушных целей, в том числе и летящих на сверхмалых высотах. Дальность ее работы составляет 150 километров, а одновременно она может сопровождать 200 целей. Также ВСУ с помощью FPV-дронов ушатали целую колонну оккупантов на территории Курской области. Автомобильная колонна двигалась по направлению Украины и находилась в 2,5 километрах от границы, в районе российских населенных пунктов Свердликово и Лебедевка. Удар был нанесен по классической схеме. Сначала по машинам в голове и в хвосте колонны, ну а далее была разбита остальная часть колонны. Прожарку оккупантов организовали бойцы 53-й отдельно механизированной бригады и 103-й бригады ТРО. 18 автомобилей с боеприпасами и материально-техническим обеспечением были уничтожены. Не так давно Путин заявлял, что Россия намерена создать на территории Украины санитарную зону. Но ситуация складывается таким образом, что санитарная зона сдвигается в Белгородскую и Курскую области. И если ситуация и дальше будет развиваться таким же темпом, то завершение создания санитарной зоны состоится весьма скоро. Субтитры создавал DimaTorzok